Национальный филармонический оркестр России после 14-летнего перерыва посетил Новосибирск с программой, в которую вошли произведения французских классиков. Коллектив под руководством дирижера и скрипача Владимира Спивакова выступил на 15-м Международном рождественском фестивале искусств. О том, как новосибирская публика встречала главного дирижера страны, расскажет Екатерина Петровичева. На сцене «Глобуса» открыли театральную часть Международного рождественского фестиваля искусств спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются», а через два дня – музыкальным, произведениями французских композиторов в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера и скрипача Владимира Спивакова. Уголок Парижа с такой концертной программой выступил коллектив на сцене Государственного концертного зала имени Катса. Прозвучала музыка таких композиторов, как Габриэль Фаре, Жак Ибер, Марис Равель, а также совместное сочинение Жоржа Безе и Родиона Щедрина. Более 30 лет Владимир Спиваков был солистом, дирижером и художественным руководителем Кальмарского музыкального фестиваля классической музыки. И на этот раз очарование и красоту Франции привез в Россию. Мне кажется, что все-таки, конечно, главная смысловая составляющая этой программы – это Кармен Сюита, потому что это произведение для тех, кто знает оперу Безе, все-таки сильно отличается оркестровкой и теми идеями, которые Щедрин заложил, поскольку все построено на ударных инструментах, на струнной группе. И тем не менее она создает совершенно удивительный, непохожий на оперный образ этой героини и самой оперы Кармен в такой удивительной транскрипции, чрезвычайно остроумной, чрезвычайно талантливо написанной. И в чем в чем, а в чувстве ритма, в уникальной изобретательности, находчивости Родиона Константиновича Щедрина отказать невозможно. Впервые музыку советского композитора на оперу Жоржа Безе, написанную всего за 20 дней, услышали в Большом театре, где Кармен танцевала Майя Плесецкая. Одним из немногих, кто по достоинству оценил постановку, был Дмитрий Шестакович. Закрытие Рождественского фестиваля искусств пройдет 16 декабря. Программу дирижер назвал «Впервые». Впервые я встречусь с новосибирским академическим симфоническим оркестром. Впервые прозвучит новосибирский музыка Цемлинского, это его «Русалочка». Будет первое исполнение китайского концерта, который будет с китайской солисткой. Поэтому это все будет впервые. Национальный филармонический оркестр России выступит на сцене Дома ученых в Академгородке и в Красноярской краевой филармонии, где гости услышат произведения Шопена, Шуберта и Мендельсона. Екатерина Петровичева, Александр Ведерников, Новости ОТС.